Уважаемые коллеги, предыдущий докладчик много говорил в конечном итоге о использовании биомаркеров. Речь шла большей частью о поверхностных мембранных маркерах клеток иммунной системы. Однако, нужно сказать, что наряду с этими широко используемыми маркерами, так же как и цитокины, существует, конечно же, еще множество инструментов для оценки иммунитета и состояния опухоли. И ситуация в области исследования эффективности тех или иных биомаркеров находится в постоянной динамике. На этом слайде мы собрали далеко не все группы биомаркеров, которые или уже показали свою эффективность, или являются перспективными в этом плане. Среди них я хотел бы выделить одну позицию, которая касается транскриптов белокодирующих генов, участвующих в иммунных реакциях. Речь идет не просто о транскриптах, скажем, матричной РНК, предположим, рецепторы интерлекина-2. Речь идет о альтернативных формах этих транскриптов. Всем хорошо известно, что каждый ген, почти каждый ген организма человека способен дать несколько разных вариантов матричной РНК, часть которых являются матрицей для синтеза белка, часть которых обладает регуляторной функцией, и, соответственно, в зависимости от того, под каким регуляторным контролем находится тот или иной ген, можно получить целый ряд различных продуктов, которые будут, во-первых, усложнять ситуацию, связанную с нашими знаниями об экспрессии генов, а, во-вторых, которые будут основой для рассмотрения вопросов о новых биомаркерах, которые можно потенциально использовать для диагностики и мониторинга. Хорошо известный всем антиген, который является инициатором или модулятором апоптоза CD95-антиген. Антиген, который кодируется геном, дающим целый ряд самых разных транскриптов. Среди этих транскриптов есть как мембранные формы, так и растворимые формы. И ситуация с регуляцией фаз антигена до сих пор на самом деле достаточно сложна и запутана. Основными действующими игроками в этом случае является мембранный фаз и так называемая доминирующая растворимая форма молекулы фаз. Вот этот транскрипт, кодирующий мембранную фаз, это транскрипт, кодирующий растворимую форму с цитилецией, благодаря которой фаз белок переходит из мембранной формы в растворимую за счет того, что отсутствует трансмембранный домен. В соответствии с структурой молекулы она будет выполнять самые разные формы функций. На данном рисунке представлены лишь некоторые ситуации, которые могут возникать вследствие участия различных структурных форм молекулы фаз. Здесь мы видим проведение прямого апоптотического сигнала и проведение обратного апоптотического сигнала и блокады взаимодействия между фаз и фаз-легандом за счет самых разных модификаций молекулы фаз. На примере рака почки мы в своем исследовании, проведенном аспиранткой из Марокко, у нас доработают достаточно много сотрудников и аспирантов из разных стран, оценили частоту встречаемости различных вариантов маточной РНК фаз в крови и в опухолях больных раком почки. За основу взяли сравнение частоты встречаемости мембранной формы, маточной РНК, кодирующей мембранную форму, и маточной РНК, кодирующей растворимую форму с сатиллецией трансмембранного участка. Если у здоровых доноров как та, так и другая форма маточной РНК в крови встречается во всех случаях, у всех больных, иначе и не могло быть, то в крови больных раком почки частота встречаемости дилетированной формы маточной РНК вдвое падает. Соответственно, в опухоли мы обнаруживаем тоже транскрипты полноразмерной и дилетированной формы CD95 ни во всех случаях, ни у всех больных. Когда мы посмотрели, каким образом распределяется встречаемость маточной РНК, кодирующей CD95 полноразмерной и дилетированной, обнаружилось, что первая стадия заболевания характеризуется достаточно низкой встречаемостью дилетированной формы. То есть в крови больных раком почки возникает ситуация, связанная с тем, что клетки крови обнаруживают как раз тот дисбаланс, о котором говорилось в предыдущем докладе. При этом этот дисбаланс, как это ни странно, не сказывался на уровне растворимых молекул CD95 и явился самодостаточной, самостоятельной величиной, то есть кандидатом в новые биомаркеры. Причина таких изменений, конечно же, требует дальнейшего исследования. И, возможно, понижение частоты встречаемости дилетированной формы фаз является неким механизмом, связанным с формированием пониженного иммунного ответа на первых стадиях развития опухоли. Еще один белок, который участвует в механизмах иммунных реакций, это мембранный рецептор интерлекина-2. Все знают альфа-цепь рецептора интерлекина-2, так называемый CD25-антиген. Однако известны еще две альтернативные формы матричной РНК, кодирующей молекулу CD25. Наряду с полноразмерной молекулой кодируются две усеченные формы CD25, матричная РНК которых не имеет четвертого или четвертого и пятого экзонов. При этом образующийся белковый продукт не в состоянии связывать интерлекин-2, однако если он существует, то он обладает регуляторной функцией. И одно из предположений заключается в том, что не связываясь с интерлекином-2, он тем не менее входит в структуру полного рецептора интерлекина-2 и тем самым оказывает свое модулирующее действие. В наших данных, вернее, наши исследования показали, что маточная РНК дилетированных форм CD25 иначе, чем в норме встречается в крови больных раком почки. И реже, если смотреть по стадиям, реже всего встречаемость обнаруживается на последних стадиях. В то же самое время, в самих опухолях, картина несколько другая, и встречаемость дилетированных форм маточной РНК CD25 понижена как раз на конечных стадиях. Все это, несомненно, имеет отношение к регуляторным Т-клеткам, поскольку они характеризуются повышенной экспрессией CD25. И наряду с CD25 полноценным можно ожидать, что мы обнаружим и наличие неполноценных белковых структур, которые вносят свое модулирующее действие как на уровне опухоли, так и на уровне системного иммунного ответа. Все это подтверждается еще и данными по сопоставлению экспрессии альтернативных форм CD25 с экспрессией некоторых раково-тестикулярных генов, например, NISO1, маточная РНК которого характерна для тяжелого течения заболевания. Подобные данные нами были ранее получены для рака легких. В предыдущих исследованиях было показано, что дилетированные формы маточной РНК CD25 ассоциируют с легким течением заболевания. Еще одна молекула, которая участвует в иммунных реакциях – это исследованная нами молекула ИКАМ-1, известная всем молекула адгезии, у которой тоже есть дилетированная форма МРНК. Дилетция выглядит таким образом, что исчезает трансмебранный участок и в виде белкового продукта возникает растворимая форма МРНК. И в итоге полноразмерная форма мембранная и с эдилетцией – это растворимая форма белка адгезии ИКАМ-1. Хорошо известно, что растворимые формы, как правило, блокируют действия мембранных, и мы получаем здесь некую систему регуляции, регуляции, которые выглядят таким образом, что растворимая форма может контролировать работу мембранной формы. В крови доноров дилетированная форма МРНК ИКАМ-1 встречается не у всех лиц примерно в четверти случаев, в отличие от мембранной формы, которая, естественно, экспрессируется на клетках. В то же самое время в крови больных маточная РНК дилетированной формы исчезает совсем, и это указывает на дисбаланс иммунной системы. В опухоли встречаемость как полноразмерной формы маточной РНК, так и дилетированной выглядит таким образом, что 100% нет, но и нуля тоже нет. Еще один факт, касающийся экспрессии дилетированной формы маточной РНК ИКАМ-1 заключается в том, что ее нет в опухолях у больных, имеющих метастазы. В этом нет ничего удивительного, поскольку CD54 – это молекул адгезия, а дилетированная форма дает тоже белок адгезии, который как раз участвует в блокаде. В блокаде работы ИКАМ-1, участвующего в адгезии клеток. Не случайно дилетированная форма маточной РНК ИКАМ-1 встречается в опухолях больных раком почки только на первой стадии. Только на первой стадии. Потом дальше везде мы видим сплошные нули. То есть наличие вот такой формы маточной РНК и, соответственно, белкового продукта не случайно ассоциировано с началом роста опухоли и, видимо, задействовано в каких-то механизмах, связанных с инициацией опухолевого роста. Затем эта форма маточной РНК и, соответственно, белок исчезает. В общем и целом мы имеем картину, когда альтернативные формы маточной РНК, в отличие от полноразмерных, дают больше информации. И в этом плане с нашей точки зрения имеет смысл внимательнее подойти к анализу транскриптов в поиске новых биомаркеров. На этом спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Будьте любезны, с методической стороны идеологически интересует вещь. Если мы имеем дела с малигнизацией ткани, и, соответственно, у вас имеет место изменение всяких форм мессенджеров, альтернативного сплайсинга, да? Тут какая логика работает? Это соматика в отдельных клетках или это общий системный процесс для всех клеток вместе взятых? Еще раз повторите, я не понял. Скажем так, у вас эти изменения, которые происходят в малигнизируемых клетках, они в отдельных клетках возникают или во всех клетках вместе? Потому что я сначала подумал, неплохо было бы вам сделать реал-тайм, например, а не форезом. Но если вы, наверное, сделаете 3D-картинку, то у вас представленность всех этих фракций приблизительно одинакова. То есть это говорит о том, что это общий системный процесс для всех клеток малигнизируемой ткани. Я вот в таком контексте задал вопрос. Я правильно это воспринял? Я считаю, что реал-тайм или обычная ПЦР не изменит картину. Все равно для анализа берется некий образец опухоли и потом, каким методом ни анализируя, уже ничего не изменишь. Не возьмешь материал из другого участка опухоли. А то, что опухоль гетерогенна, это является фактом. И, конечно же, тут можно ожидать, что если мы начнем анализировать каждую клетку по отдельности, то мы получим какую-то более богатую картину. И будут клетки с экспрессией тех или иных продуктов, будут клетки без экспрессии. Извините, я просто хотел сказать, что судя по форезу, которую вы показали, как раз-таки возникает подозрение на моногенность представленного материала. Потому что у вас, грубо говоря, нет даже на порядок различий в представленности фракций, которые дилетируются и которые в норме присутствуют. Нет на порядок, я не дослышал. Или есть? Нет. У вас в фракции нет различий в порядок в 20 раз, как это обычно, скажем так, мы видим. Нет, нет. Мы просто-напросто в данном случае смотрели «да-нет». Без оценки количественной. Без количественной оценки. Это другая серия исследований. Который только еще будет. Спасибо. Еще есть вопросы? Нет. Спасибо большое, Виктор Владимирович.